Волшебный край. Так когда-то называл театр великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Чувства поэта разделяют и взрослые, и дети, соприкоснувшиеся с этим удивительным видом искусства – театр. С Пушкиным знакомим, дети любят его стихи, почему не показать, как мы умеем их красиво и выразительно читать. Пометуя о том, что Пушкин очень любил делать зарисовки на полях своих произведений, логичным было перенести эту идею на Теневой театр. И вот эта новая форма работы для детей, сказки Пушкина в Теневом театре, будут сюрпризом для наших гостей. Теневой театр – это незаменимая вещь для развития воспитания ребенка. Он привлекает своей необычностью, динамикой, выразительностью, дети с большим удовольствием и сами принимают участие в мини-спектаклях. А самый подходящий материал для постановки – это, конечно, сказки Пушкина. И днем, и ночью под ученым все ходит в оцепи кругом. Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там ледший бродит, усамка на ветвях сидит. На литературном утреннике воспитанники детского сада номер 77 не только приобщались к таинству театрального искусства, но и сами читали отрывки из произведений великого русского поэта. Читали стихи и гости праздника – дошколята из детского сада номер 76 и 18. Что же зеркальца в ответ? Ты прекрасна, спорю нет, но царевна все шмелее, все шумяне и белее. Зима. Крестьянин торжествуя на дрове обновляет путь. Его лошадка снег почувствует, летется рысью как-нибудь. Бразды пушистые взрывая летит кибитка удавая. Ямщик сидит на мучке в тулупе в красном кушаке. Свет наш, солнышко, ты ходишь, круглый год по небу смотришь, Зиму с теплой весной. Всех нас видишь под собой, А ли откажешь мне в ответе, не видан ли, где на свете ты царевна молодой. Под север тучи нагоняя, дохнул, завыл, и вот сама идет волшебница. Зима пришла, рассыпалась к лаками, повисла на суках дубов, Легла волнистыми коврами, среди полей, вокруг холмов, Брега с недвижной рекой, сравняла пухлой пеленой. Блюс снова мороз, и рады мы проказам матушки и мы. Как учила? Долго? Быстро все слова запоминала? Мама сначала читала, потом я ей рассказывала. Организовать синевой театр в дошкольном учреждении не так уж и сложно. Требуется экран, источник света, куклы-силуэты на палочках и музыкальное сопровождение. Кстати, кукол изготовляют сами воспитатели. Удивился старик, испугался. Он рыбачил 30 лет и 3 года, и не слыхивал, чтобы рыба говорила. «Отпустил он рыбку золотую, и сказал ей ласковое слово. Ох, с тобой золотая рыбка, твоему лодку по мне не надо. Ступай себе в синее море, гуляй там себе на просторе». Для меня поэзия Пушкина, как и музыка Моцарта, это то, что помогает детям адаптироваться в этом мире. Мы использовали вот этот ход пушкинский, мы его взяли за основу, именно в теневой театр уйти. Потому что нет лиц, нет эмоций, всё у нас в голове. Мы сами придумаем выражения лиц этих персонажей, мы сами дописываем эмоции, как они это сказали, с каким взглядом они друг на друга посмотрели, как они нам явились. Это таинство теневого театра и таинство поэзии Пушкина, оно здесь всё вместе слилось по дну. Ирина Самойлова, Кирилл Григорий в День города.